21 урок языка Палин. Тут продолжение темы про причастие настоящего времени. Они довольно частые. И в Дамы Паде сегодняшние будут. Они вообще очень красивые. На Анто. И они часто употребляются в текстах. Проходили уже причастие глаголов на Ати. И вот сейчас, собственно, тема про причастие глаголов на Эти. Глаголы на Эти, как известно, имеют две основы на Э, собственно, и на Ая. Так вот, к основе на Эя прибавляется обычно Анта, то есть Чурээнта. И в глаголах на основу на Чурайя добавляется Маана обычно. Чурайя Маана. И как мы знаем, и на Э, и на Ая это параллельные формы. То есть они параллельно употребляются в Пале. Может быть и так, и так, потому что Пале это определенная смесь разных диалектов и санскрита к тому же. Теперь глаголы на Наа. Они могут иметь как Анта, так и Маана. Но Наа при этом укорачивается. То есть Кеняти, Кенямаана. Кенямаана, то есть, простите, да, краткая там Кенямаана. Да, вот. Ну и Наанта более часто встречаются в Пале, и они более древние, то есть это и санскрите такие же. На Маана реже встречаются. В настоящее время женского рода все тоже, только суффиксы будут окончанием И, Пачантии, например, да. Акмана будет окончание А долгое. Пачамана. И, соответственно, получается, что изменение будет у тех, которые на И, такой же, как у существительных женского рода, на И, а которые на А, так же, как у существительных женского рода на А. Ну, парадигма уже была, не буду приводить, раньше было в уроках, как это все изменяется. Примеры этого всего. Ну, в общем, синтаксически так же, все просто с женским родом. В этом уроке новой лексики нет. Вот упражнение, первая часть. Те слова, которые они проходили, они поясняются. Вторая часть упражнений. Ну, нужно, предполагается, что ставим на паузу и переводим. Или найдите учебник на английском или на русском. На нем смотрите учебник «Дессильвы» я использую. Дама пада на этот урок 23. Ну, Те уже много раз было понятно. Джхайно. Нужно запомнить, это тот, который медитирует. Это в данном случае прилагательное. Ну, Джхэй, медитировать, хорошо известно там Джхана и так далее. Са-та-ти-каа. Са-та-ти-каа это сохраняющий, постоянный, постоянно, короче, медитирующий. Ничь, надо запомнить, часто встречается это тоже постоянно. То есть тут просто дублируется вот этот смысл, что постоянно, постоянно медитирует. Медитирует, да. Дальха. Это сильный. Парак-кама. Это усилие. То есть опять мы видим тут баху-рихи, то есть сложное слово. Дальха-парак-кама. То есть, ну, с усилием и с усилием. В общем, опять повтор такой, с упорным усилием. Пхус-анти, ну, легко, это, по-моему, даже было эта лексика, то есть пхус это трогать, а пхус-анти понятно, что трогают. Ди-ра. Очередное слово для слова умный, то есть умный. Нибана все знают. Йога-кхэма. Йога-кхэма. Йога это связь на самом деле. А-кхэма это убежище какой-то, какой-то, в общем, покой. Йога-кхэма это свобода от связей. То есть йога тут в отрицательном смысле используется. Хотя многие у нас буддисты считают, что они йогой занимаются. Здесь прямо в Драма-паде слово йога с отрицательным контекстом идет, что это какая-то связь, которая, которой нужно освободиться. А нотарам уже было. Ну, то есть, в общем, все понятно, что вот упорные, всячески с сильным усилием. Эти люди как раз вот они прикасаются к нирване и к высшему освобождению от всех связей, от всей йоги. Следующий стих. Утха-на-ватто. Утха-на-ватто там дольше, да? Вот это, кстати, у нас причастие. И оно означает энергичный. То есть, утха-на-это у нас энергия, да? Вант-суффикс тут, это значит энергичный. Сати-имату-это у нас внимательный. Есть прямо с утра вот это вот сати, да? Сати-это внимание. Ну, даже больше такая... Ну, это вот то, что противоположно как раз тому, что разбирается в этой главе. То есть, то, что противоположно беспечности, невнимательности. Такое внимание, которое контролирует свое поведение, так скажем. Внимание направлено на поведение. Вот так лучше. Сати-имант это тот, кто этим обладает, этим качеством. Суччи-камма-са. Суччи это чистый, камма это действие, да? То есть, чистой кармы. Генетив, как мы видим, то есть, родительный падеж. Не-самма-ка-арина. Не-самма это... Опять же, внимательно, но так тщательно. Тщательно, внимательно. Ка-арин, понятно, действующий, да? В общем, все положительные. Вот эти качества человека, который внимательно к своим действиям относится. Вот это все перечисляется. Саня-таса. Сам это вместе. И тут корень глагола ям, то есть, воздерживаться. То есть, такой, у которого есть самоконтроль, который успокоился. Такие значения тут. Дгамма-джи-и-вино. Предельно понятно. Дгамма-понятная. Джи-и-вати-жить тоже понятно. Живет по даме. Слово легкое. А-памат-таса. А-памат-таса. Понятно, что это было уже, да? Что это такое понятно. Я-со-слава. Я-со-слава. А-п-гива-дати. А-памат-таса. Объявать дати, это расти. То есть, слава у него возрастает. У такого вот человека, которого все вот эти качества, которые живет по даме. И который вот внимательный, и все такое прочее. А-памат-таса.